Татьяна Хасанович у нас, да, в студии, и Катя с лассо. Катя кого-то ловит, быка ловит, Катя закидывает. Тащи его к себе! Новогоднее настроение сюда! Так не бей он, дорогой. Так, Татьяна, сегодня будут такие простые, доступные и понятные идеи для новогодней фотосессии, чтобы каждый смог это повторить. Да, мы сегодня будем говорить о том, как фотографироваться у ёлки непосредственно на смартфон, либо на любительскую камеру фотоаппарат. Те картинки, которые у ёлки сидя-стой, они имеют право на существование, безусловно, но мы попробуем сделать картинку более интересной для себя самого и для зрителя в том числе. Вообще, если есть такое правило у фотографов, чем вы дальше оторваны от фона, тем красивее получается картинка. Есть такое понятие абаке, это размытый задний фон. Поэтому, если вам позволяет пространство оторваться от ёлки на полтора-два метра, уйти вперёд к фотографу, то это будет здорово. Если ёлка в больших огоньках, их много, а фотограф включит на телефоне, либо непосредственно на фотоаппарате режим портрет, либо у меня это называется живой фокус, то задний фон размажется ещё красивее. И огоньки на ёлках будут куда крупнее, куда ярче. А если же нет возможности отойти от ёлки, и мы вынуждены стоять непосредственно рядом с ней, то вариант встать около неё и всё-таки задействовать себя, придумать какое-то действие, как то повешать ёлку, повешать гирлянду, то это будет куда интереснее, чем просто встать около неё. Сесть, присесть у ёлки, я сразу скажу, это не самый удачный вариант. Ну ёлка вся вверху остаётся, а ты визу. Да, лучше вся красота всё-таки где-то выше, либо посередине, причём с лица, мы помним. Сзади тоже не стоит фотографироваться. Сегодня хочется вам рассказать о том, как можно добавить некого шарма в вашей картинке именно в ваш новогодний вечер. Я сегодня пришла к вам с бокалом. Это тоже, может быть, не самый крутой бокал. Дело в том, что он узкий. Если ваш бокал такой же прозрачный, но широкий, классный, то будет гораздо интереснее. Имея огоньки вокруг, на ёлке в том числе, и поднеся пустой бокал, либо бокал, наполненный просто водой, либо прозрачным напитком, непосредственно к камере... То есть как линзи, как фильтр такой. Да, к камере-камере своего телефона мы можем исказить несколько картинку, добавить ей бликов. Если можно, то и можно увидеть, что мы делаем. Мы только за счет бокала добавили некой сказочности фотографии. Имея, да. Если будет вокруг много антуража непосредственно с бликами, то это будет еще красивее. Что мы можем сделать с гирлянды? Помните, я всегда говорю о том, что главное фотографии – свет, да? Неважно, что мы снимаем, главное, чтобы на герой был обязательно свет. Пользуемся фонарем от телефона. Можно в домашних условиях использовать любой абажур, любой торшер, настольную лампу, все что угодно. Даже туристический фонарь. Даже и держа много, скажем, если взять... Надо мужу вот этот налобный шахтерский фонарь и телефон в руке. Но тогда мужа надо поставить под углом 45 градусов. Все помнят, что нет необходимости, и вообще нежелательно светить непосредственно прямо. Да, мы всегда светим с угла в 45 градусов, с любой другой стороны, прошу прощения, с голосом материала. Хорошо, если у вас много детей, можно их расставить с фонариками. С фонарями, и подать, да, будет вообще классный эффект. Смотрите, взять гирлянду, скажем, близко поднести к лицу, то, опять же, тоже будет хороший момент, добавляются блики в глазах. Если оператор возьмет ваши глазки, то будет видно, ну, крупным планом, то будет видно, что бликов стало много. И это самая вкусная фотография, когда там есть блики. Но мы можем добавить этой картинке, опять же, 3D-эффекта. И этот 3D-эффект мы достигнем. Я могу у вас вытащить один хвостик. В том случае, если ваша большая часть гирлянды, скажем, будет в ваших руках, а небольшой хвостик, я, опять же, поднесу к своей камере телефона. У нас сейчас много света. Сейчас мы сделаем немножко по-другому. Вот такого плана, да? Вот живой фокус. Поднеся, опять же, где-то ближе сюда, света много, то можно добавить такого 3D-эффекта, вытянув гирлянду на передний план. И первый план сразу появляется. Да, и передний план размазанный, получается, вы сзади. Можно посмотреть. И если будет еще елочка с огоньками, то будет еще... Ага, оцените, какой я бэкстейдж устроила вам красивый. А вы мне скинете все это потом? Да, конечно, вот это вообще... О, класс, да? Очень класс. Какая хорошая работа у меня. И еще добавим такую фишку. Вот это точно понравится вашим ребятишкам. В каждом телефоне, в современном, и тем более в фотоаппарате есть такое понятие, как режим Pro. Заходим, в моем случае, еще и режим Pro. Опять же, ищем здесь выдержка. Вот я сейчас попрошу приглушить свет в студию, либо выключить его вообще. А Катерину я попрошу помахать опять этой гирляндой. Я тренировалась. Да. И мы здесь этот кадр не делаем с первого раза. А, как хвостой, но как хвостом. А потом как хвостом, Маша. Так. Вот это. Как красиво в студии у нас. С разной выдержкой. Что мы с вами добиваемся? А можно еще погасить свет? Еще больше выключить? Нет, нет возможности, да? В общем, в квартире можно с этим поэкспериментировать. Прям тотально сделать темное. Сделать, да, тотальную темноту. Сейчас попробуем. Еще раз. Я вам пока попробую показать, что здесь. Чтобы больше вот этого было контраста. Чем меньше свет, чем меньше... Здесь не получилось. Вот. Что мы хотим сделать? А-а-а. Чем будет меньше света в вашей квартире, и чем быстрее вы будете крутить гирлянды, и чем вы сделаете меньше выдержку на своем телефоне... Давайте на четвертую камеру покажем, Татьяна. Вот. Можно вы увидеть? В данном случае она засвеченная картинка, потому что у нас много света. Но можно добавить сказочности фотографий и непосредственно бликами. Причем не обязательно махать гирляндой. Мы можем махать бенгальскими огнями. Мы можем даже написать слово. Достаточно быстро написать любое слово. И оно зафиксируется. Оно зафиксируется именно огоньками. Это же крутой способ сделать классную новогоднюю фотографию ребенку. Ему будет так классно махать. Если это будет делать, скажем, несколько людей в ночное время на улице с бенгальскими огнями, и каждый напишет что-то достаточно быстро в воздухе, то все это можно запечатлеть на своем камере, и это не нужно будет никакого фотошопа. Каждый раз в эфире меня спрашивают, есть приложение. Конечно, есть приложение в телефоне, но я всегда за то, чтобы картинку сделать здесь и сейчас хорошую без постобработки. Натурально. А новогодние селфи? Есть тоже какие-то критерии? Новогодние селфи, у вас Татьяна что-то делает? Видите, у вас тоже выглядит суп, те же правила, да? Те же правила. Мы обязательно подсвечиваем лицо. Если есть гирлянды, мы делаем это с гирляндами. Если у нас только елка, то мы смотрим и ищем такое место, чтобы свет падал непосредственно на вас. Если мы хотим запечатлеть огоньки на елке, то ни в коем случае дополнительный свет не должен падать на елку. То есть исключительно на вас, а елочка остается на заднем плане, не подсвеченная. Тогда мы увидим хорошо огоньки. Вот, видали, что-то... Ну, ходим мы еще в студии с феймили-луками на Новый год или это уже моветон? Ну, нет, несколько поменялся феймили-лук. Вот в чем дело. Если мы раньше одевали абсолютно все одинаковые штаны и футболки, то сейчас мы одеваем абсолютно разные штаны и футболки, но в одной цветовой гамме. Вот это сейчас модно и это сейчас стильно. Этого все придерживаются. То есть у кого-то темно-серая, у кого-то светленькая, но... Да, и при этом у кого-то может быть рубашка, у кого-то может быть свитер, футболка, и это все нормально. Это вот сейчас это самое... Я не могу теперь расстаться. Я не могу теперь расстаться. Я не могу сейчас. У меня тут будет. У меня остались. Мне кажется, когда к нам в студию приходит Татьяна Хасанович, другие красноярские фотографы сидят и очень сильно грустят, потому что она нам рассказывает все, чтобы фотографии у вас даже самостоятельно были красивые. Правильно же? Правильно. Есть еще один такой прием, но этот прием работает только на камеру фотоаппарата непосредственно, потому что камера у телефона весьма маленькая. Если взять лист бумаги и вырезать лист бумаги, диаметр который совпадет с объективом, понимаете, да, что такое объектив, и в этом листе бумаги вырезать небольшой какой-то узор, елку, сердечко и так далее, неважно, приложить его близко к объективу и опять же оторваться от елки достаточно далеко, на которой много огоньков, то у вас получатся небольшие красивые огоньки на заднем плане, а получатся огоньки в форме той фигуры, которую вы вырезали на этом листе бумаги. Это может быть елка, сердечко, все, ну, у кого что, то есть это уже лайфхак такой для фотографов. Это потом может быть ваша новогодняя открытка, которую можно самостоятельно сделать. А можно же еще снять, мне нравится эта идея, когда заснимать, даже на телефон, заснять целый процесс приготовления к Новому году. Момент украшения елки на сервировке стола, все это сделать с бликами, с гирляндами, и потом это просто разослать своим родственникам, это же так здорово, особенно бабушкам со своими детьми. Целая история. Таня уже начала фотосессию, мне уже хочется домой, мне сегодня должны елку привезти, у меня прям руки зачесались, пробовать. Вот, можешь фоторепортаж, а знаете, как еще бывает в интернете, ставят телефончик, да, на подставочку, и начинают в убыстренном темпе, да, снимать... Результат. Да, результат. Это так быстро, ты наблюдаешь, они там бегают, там, ты-ты-ты, раз, и через минуту елка готова. Поэтому сегодня в студию, да? Нет, сегодня в эфир Инстаграм. Да-да-да, нужен как минимум эфир. Спасибо вам огромное. Ну, а нашим телезрителям мы, конечно, желаем крутых новогодних фотографий, чтобы вы потом через год листали ваш фотоальбом и вспоминали не весь 2020 год, а просто ваше красивое лицо на оригинально сделанных снимках. Редактор субтитров А.Семкин